Самое опасное место на Земле, уносящее жизни людей в огромном количестве, даже больше, чем любая пандемия или катастрофа – дорога. Ежегодно в мире тысячи людей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий. При всем при этом аварии иногда сопровождают и особые последствия. К примеру, сотрудники ГАИ УВД Брестского обл. полкома совместно со спасателями провели учение. Легенда, по которой предстояло работать, следующая. Бензовоз врезался в легковой автомобиль, в результате чего произошла разгерметизация цистерны. Когда происходит просто дорожно-транспортное происшествие, это одна ситуация. А если это транспортное средство, которое перевозит опасный груз и есть утечка, есть возможность взрыва. То есть, в первую очередь, необходимо ограничить сюда доступ посторонних граждан, которые могут случайно оказаться в месте ДТП и стать в случае возгорания, либо взрыва жертвами, либо получить какие-то телесные или любые увечья. Всего существует 13 классов опасных грузов, начиная со взрыва опасных и заканчивая разного рода промышленных кислот. Водители таких машин проходят специальную подготовку и сами знают, как действовать в чрезвычайной обстановке. Однако не всегда удается удержать ситуацию под контролем и тогда на помощь приходят спасатели. Взаимодействие Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с подразделениями областного ГАИ, она налажена на системной основе. И сегодня мы проводим мероприятие для того, чтобы на практике отработать взаимоинформирование и взаимодействие при ликвидации ДТП с применением аварийно-спасательного инструмента, деблокировкой пострадавшего и обеспечением безопасности при ликвидации этой чрезвычайной ситуации на дороге. На устранение последствий аварии у спасателей и сотрудников госавтоинспекции ушло менее трех минут. А это значит, что благодаря их слаженных действиям удалось избежать большое количество случайных жертв. Цель таких учений как раз и заключается в том, чтобы как можно быстрее прибыть на место и свести на нет чрезвычайную ситуацию. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.